Здравствуйте! С вами Мастер Спорта, программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Это уже 403 выпуск, а с вами по-прежнему неунывающий и заряженный бодростью Сергей Кизоркин. Со мной не соскучишься. В Самарции шумную гурьбою идут сдавать нормы ГТО. Среди участников – дети и ветераны спорта. ГТО. Нормативы по физкультуре были введены в Советском Союзе в далеком 1927 году по рекомендации руководства Красной Армии. Они хотели определить, как готовы новобранцы к службе. Возродили нормы ГТО в России совсем недавно. Как сдают ГТО в Самаре, расскажет Мастер Спорта. Свой Александр Соболев, бомбардир крыльев Советов, теперь может вырасти и в Самаре. Самородок нашли в 124-й школе. Пока Никита Лазарев играет за детский клуб «Виктория». Надеется попасть в основной состав «Крылышек». Говорит, чем больше игровой практики, тем больше шансов, что сбудется мечта. Поэтому параллельно выступает и за школьную команду. Учитель все время устраивает какие-то игры с разными школами, турниры между классами. Занятия физкультурой на свежем воздухе не проходят для самарцев даром. Некоторые сдают нормативы ГТО. Проверить свою физподготовку решили и журналисты телекомпании «Самары ГИС» и «Самарской газеты». Нормативы ГТО сдавали во дворце легкоатлетики. Ведущий мастер спорта с поставленной задачей справился на отлично. Получил золотой значок на пару с Андреем Горгуленко. Говорит, именно физкультура помогает ему чувствовать себя бодро целый день. По вечерам любит с друзьями поиграть в футбол. А когда коллеги собрались сдавать нормы ГТО, решил составить компанию. Комплекс «Готов к труду и обороне» – это, наверное, действительно такая вещь, которую должен каждый человек, который считает, что он спортивный, считает, что он в хорошей физической форме, должен сдать. Потому что это действительно показывает твои результаты, это показывает твои способности. И глядя на эти результаты, ты можешь понять, всегда понять, что есть к чему стремиться. Департамент спорта городского округа Самара на этот раз организовал фестиваль «Готов к труду и обороне» специально для муниципальных служащих. Это часть спортивного образа жизни, которой должен стремиться каждый человек. Потому что спорт – это основа долголетия, основа хорошего самочувствия и роста над собой во всех отношениях. Поэтому чем больше людей будет вовлекаться в это направление, не важно, это ГТО, не важно, это систематические занятия спортом по выбранному направлению, и важно вообще быть спортсменом, хотя бы не только в душе, но и, соответственно, и в теле. Фестиваль ГТО в Самаре проходит не первый год. На этот раз в нем приняли участие сотрудники муниципальных предприятий. Программы испытаний и нормативы соответствовали возрасту. Упор делался на легкую атлетику и физподготовку. Бег на короткие и длинные дистанции, прыжки в длину, подтягивания, отжимания, пресс, из армейского многоборья, плавания и стрельба из винтовки. Со спортом не надо дружить, спортом надо заниматься. Я считаю, что вот такое занятие физической культурой, вот даже не спортом, а физической культурой, но это укрепляет здоровье. Вы видите, что вы еще что-то можете, не сидите на месте, но оттуда могут пойти дальше результаты, куда-то стремиться вперед. Спортсменка, мать троих детей и просто красавица. Редактор новостей Елена Нижегородцева нормы ГТО сдала легко. Рассказывает спортзал в ее жизни неотъемлемая часть. Три тренировки в неделю для нее это норма. Это нужно не для каких-то достижений, а для того, чтобы быть в хорошей физической форме. Я очень довольна. Вспомнила детство, потому что я занималась легкой атлетикой и всегда выиграла, получала первые места. Прошло столько лет, и оказалось, что вот этот спортивный азарт, адреналин до сих пор во мне присутствует. Это здорово. Первые нормативы по физподготовке появились в Советском Союзе в 1927 году. Их разработали в Красной Армии, чтобы определить, годен новобранец к службе или нет. ГТО сдавали в СССР до его распада в 1991 году. В 2007 году о старой традиции вспомнили и решили ее возобновить. Бывший футболист крыльев Советов Валериан Панфилов помнит, сдавать нормы ГТО было почетно даже для профессионального спортсмена. Я сам сдал комплекс ГТО, посчастливилось даже на золотой значок, и я знаю, как это трудно. И человек, который неподготовленный, просто-напросто нормативы не может сдать там на значок. Так просто для себя может, но как раз для того, чтобы сдавать хорошо, нужно готовиться. Получить значок ГТО можно трех степеней – бронзовый, серебряный и золотой. Команда «Самара ГИС» с нормативами справилась. Некоторые даже установили рекорды в упражнениях, показав результат выше нормы. Люди, которые каждый день трудятся на благо города, и очень радуют то, что эти люди не только являются хорошими и замечательными работниками, но при этом они являются еще и спортсменами. Мы видим, как они стремятся к высокому спорту. И фестиваль ГТО – это один из праздников, одно из мероприятий, которые мы планируем и будем проводить для всех наших коллег. В первую очередь желаю всем побед, и самое главное – побед над собой. Потому что любое начинание, особенно в спорте, самое главное – начать заниматься и не бросить. Потому что в любом случае это победа, победа над собой. И каждое достижение в спорте – это опять же победа, это опять же постоянный рост. Поэтому в этом направлении, в спорте, нет предела совершенствования. Потому что главная задача – это, как я говорил, наше долголетие и правильный и здоровый образ жизни. Победителей и призеров фестиваля ГТО награждали почетные гости. Футбольная звезда 70-х Валериан Панфилов уверен, сейчас в свои 70 он здоров. И не по годам не только благодаря спорту, но и физкультуре, в том числе и нормам ГТО. Я издавал там 10-е ступень, я регулярно занимался футболом и все время себя поддерживал и до сих пор поддерживаю. Поэтому мне как-то вот все виды, 5, по-моему, видов, которые я выбрал, мне легко дались. Спорт должен по жизни все время быть. Потому что человек, который не двигается, это очень сложно. И потом после, да, молодой, может быть, не так сказывается, а потом там 30 и дальше, и начинаются проблемы. Чтобы проблем было как можно меньше, я думаю, нужно заниматься обязательно физкультурой. И как базис, это комплекс ГТО. 20 значков ГТО вручили самарским отличникам физкультуры. В 20-х числах октября 2019 года в музее «Самара космическая». Среди награжденных и дети, и взрослые. Альпинист Михаил Богданов золотой значок ГТО получает уже во второй раз. Признается, от этого волнуется не меньше. Путешественник и не думал приобщаться к всероссийской акции. Вдруг пригласил. На подготовку к зачету ушло несколько месяцев. «Посмотрел на мотивы, какие нужно, необходимо сдавать, и начал готовить себя к этому. Прямо бегать, выполнять все это на время. Потому что хотелось получить золотой значок именно. Хотя, в принципе, я думаю, что это нормально, когда есть три ступени, и можно следить за своим развитием. Все пришлось подкачивать, и пресс, и бег особенно. В общем, там, серьезное время для бега, серьезные мотивы. Расти над собой – это, на мой взгляд, самое правильное в этой жизни». Вручал значки ГТО золотой, серебряный и бронзовый легенды самарского футбола и клуба «Крыльев Советов» Валериан Панфилов. Всю жизнь он занимался профессиональным спортом и не было времени на физкультуру. На пенсии решил тряхнуть стариной и сдал нормы ГТО на золотой значок. «Не то, что горжусь, но очень приятно, я вспоминаю, потому что… И вот почему я сейчас награждаю, ездию всегда. Я знаю, чего эти значки стоят. С кондачка вот так прийти и сдать нормативы – это очень сложно. Нужно иметь какую-то базовую подготовку. Не просто так сразу прийти и все сдать, тем более на золотой значок. Это, я думаю, вообще нереально. Только те люди, которые постоянно занимаются физкультурой или спортом, те еще да, могут». Отжимания, упражнения на пресс, наклон вперед для бывшего профессионального футболиста оказались семечками, впрочем, как и другие дисциплины и нормативы. «Когда узнал, что нормативы будут сдаваться, всем думаю, ну а почему бы мне не попробовать? Ну а когда начал пробовать, решил, думаю, надо постараться на золотой значок. Уж если сдавать, то уж как следует». Ну и вот получилось, что выполнил все нормативы, даже перевыполнял. И мне были, мне вручили золотой значок, так что я как вот в футболке и кепке, знак ГТО на груди у него. Вот так получилось, что у меня золотой значок. Я, ну не мечта, а вот я решил, что думаю, надо это сделать. И получилось так, что сделал, сделал на отличный золотой значок. Кросс 2 километра. Но кросс 2 километра, это вот получилось так, что для меня так, я действительно упирался тяжело, но тоже что-то минуту 20 секунд я меньше сбросил, там 13 минут 40 секунд, а я что-то 19-20 пробежал. Плавное для меня тоже было, тем более нужно было проплыть всего 25 метров, и время там тоже мне там секундочку-две лучше, чем норматив был, сделал и получил золотой значок. Дома в коробочке лежит, не нашел, только по праздникам, если вот надо было одеть. Альпинист Михаил Богданов – астматик, но покорил не одну вершину, горную. Объездил полмира и всегда возвращается домой, сдавать нормы ГТО. Без физкультурной подготовки достичь высоты очень сложно, рассказывает спортсмен, а порой бывает даже невозможно. В походы берет с собой, как талисман, флаг готов к труду и обороне. Этот флаг побывал в результате на высшей точке Северной Африки, гора Тубкаль. Это было в конце марта, начале апреля. Какого года? Этого. Два раза побывал на Казбеке летом, и три раза на западной вершине, гора Эльбрус, высшая точка Российской Федерации и Европы считающейся. И до восточной вершины мы не дошли, там совсем мало, просто сдувало людей ветром. Когда выходишь на предвершинная плата, там остается пройти метров 200-300 до вершины, ну просто там людей начало сдувать. Мы развернулись. В принципе, можно считать, что вершина достигнет. В этом году в Самарской области нормативы ГТО выполнили почти 8 тысяч человек. Из них около 2,5 тысяч сдали на золотой значок. Серебро у 3700 физкультурников. Остальные получили бронзовые награды. Чтобы сдавать нормы ГТО было легко, для подготовки физкультурников по нацпроекту до конца года в Самарской области построят 10 турниковых площадок. В Чапаевске, Октябрьске, Отрадном, Кенеле, Тольятти, Сыздрани, в селе Богатая, Кенель-Черкассы и Челновершины. А после тренировок все желающие могут сдать ГТО в 78 центрах тестирования. Проверили свои физические возможности уже более 76 тысяч жителей губернии. Комплекс ГТО, наверное, объединил всех людей. Независимо от возраста, социального положения. И основная его задача привлечь тех, кто на диване. Те, кто занимается спортом, особенно в первые годы, а в этом году уже 5 лет, мы праздновали 5-летие внедрения комплекса ГТО, возрождения комплекса ГТО. Наверное, в первые годы шли в основном подготовленные спортсмены, те, кто умеет, знает и может выполнить норматив. А сейчас прослеживается такая тенденция, присоединяются любители спорта. Но мы видим, что активный образ жизни становится популярен. Это уже неотъемлемая норма нашего поведения, нашей жизни. Стремление вперед самарских физкультурников к спортивным достижениям поддерживает городской департамент спорта. В мегаполисе за последнюю пятилетку, как возродился комплекс ГТО в России, построены сотни спортплощадок. От турниковых и тренажерных до универсальных. Спортивная площадка во многих школьных дворах Самары стандартная – 60 на 30 метров. В рамках реализации национального проекта «Демография», федерального проекта «Спорт. Норма жизни» и выполняя поручения президента страны и губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича, мы продолжаем сейчас плавно переходить к достижению показателей 55% населения, систематически занимающихся. Вот таким образом. В этом году 23 спортивные площадки появились не только в Самаре, но и в других городах и селах губернии. Все они разноплановые, с учетом пожеланий людей. Футбольные, хоккейные, баскетбольные или волейбольные. Или как в 124-й школе на Барбошиной поляне в Самаре – универсальные. Отличное место для подготовки к сдаче нормативов ГТО. На сегодня это все. Но это еще не финал. Все самое интересное, что происходит в спортивной Самаре, покажет мастер спорта. А с вами был Сергей Кизоркин. И помните, любите спорт и занимайтесь физкультурой. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!